Здравствуйте! Сегодня у нас разговор пойдет о том, какие же цветы купить в офис. Все прекрасно понимают, что зеленые красавцы в офисе создают неповторимую атмосферу уюта и настраивают на минутную паузу, скажем так. При взгляде на красивые цветущие растения или просто красивые растения у человека наступает какое-то состояние удовлетворенности, скажем так, спокойствие. Так какие же цветы вы можете поставить в свой офис? Помните, что цветы должны быть, первое, иметь красивый вид, быть просты в уходе, то есть нетребовательно, и третье, не иметь резких запахов, так как это может спровоцировать аллергические реакции у работников. Первое место в списке наших цветов для офиса занимает, конечно же, хлорофитом. Хлорофитом не просто цветок, это еще и целая аптека на подоконнике. Если у вас в офисе будет стоять несколько цветочков хлорофитома, поверьте, ваши работники не будут болеть гриппом, так как он борется с вирусными заболеваниями. И очень, очень хорошо в уходе себя зарекомендовал, то есть нетребовательный цветок растет в любом месте. Ну, конечно, желательно, чтобы у вас место было более светлое, но ничего страшного, если вы поставите куда-то там на шкаф, просто окрас листьев немножко изменится. Их существует масса видов, то есть есть чисто зеленое, есть зеленое с белым, и вот представляете, это вот тоже хлорофитом. Представляете, какой красавец? У него необыкновенно красивый вид и все свойства хлорофитома. Далее почетное место занимает, конечно, тещин язык, в простонародье вот так называют Ильс Сан-Серверия. Очень неприхотливый цветок, простит вам все, если даже вы его не польете, забудете про него. Единственное условие, он должен расти в небольших горшках, так как в Сан-Серверии не любят, когда горшок высокий, большой, то есть это может погубить растение. А так, ну, цветок просто незаименим для офиса. Филадендрон. Я тоже считаю, что он должен занимать одно из самых почетных мест. Вид у филадендрона всегда очень презентабельный, то есть листья красивые, растение мощное, очень неприхотлив в уходе. Полив у него достаточно сидящий, может расти в тени. Так что обратите на него внимание. Юка драцена, это тоже те самые цветы, которые мы можем поставить в офисе и не беспокоиться о том, как они себя будут чувствовать. Так как вот эти цветы очень неприхотливые и в уходе нетребовательные. Полив у них должен быть минимальный, освещенность тоже они мерятся с недостаточностью и могут расти вот при таком дневном свете, то есть при свете, который от ламп дневного света. Далее еще один цветок, на который стоит тоже обратить внимание, это спацифилум. Это цветок друг на самом деле. Он тоже борется с массой вирусных заболеваний и очень красивый. Вот эти лианы из пестролистных цветов будут создавать неповторимый колорит вашего учреждения. И опять-таки же цветок очень неприхотливый. Вот если честно, то на столе я вам здесь собрала вот эти цветы, которые для офиса, они все очень неприхотливые. Ну и еще один цветок, который тоже заслуживает вашего внимания, называется замиукалс. Растение с необычным названием, но что про него можно сказать? Внешний вид у него всегда красивый. В уходе, в поливе тоже, вы знаете, можно его поливать раз в две, в три недели в зимний период. То есть терпит дневной свет от ламп. Нетребовательный к поливу, к освещенности. Может расти в теневых участках офиса. То есть цветок, ну, сказка, охотка. И еще один цветок, который вот у нас, он еще, честно говоря, не нашел такого широкого применения. Но я могу сказать, что вот на этот цветок, ну, стоит очень обратить внимание. Называется у нас педистром. Растет медленно. Как говорят садоводолюбители, может расти чуть ли не в шкафу. То есть он настолько теневынослив, может расти в холодных помещениях. Вы можете украшать лестницы. Ну, конечно, минусовую температуру он не вынесет, это точно. Но прохладная температура для него даже лучше. Легко переносит табачный дым. Неприхотлив в уходе. Можно поливать его редко. Терпит любой грунт. Терпит любой горшок. То есть, ну, наверное, самый терпеливый цветок. Единственный минус, он только стоит дороговато. А так, ну, сплошное одно удовольствие. Так что обратите внимание на вот такой цветок. Я думаю, что все мои советы вам пригодятся. Спасибо за внимание вам. Оставайтесь с нами. Пока.